И моя тема «Темная сторона сексуальности». Та-да-да-да-да-дам! Вот вспоминается вот этот мотив, начинается призрак оперы. Помните такое произведение? Вон, та-та-та-та-там! Поэтому с этим самым призраком оперы мы вступаем в самое сексуальное время, потому что обычно это не день, а вечер в нашей прекрасной человеческой традиции обычно мы в большей степени к вечеру. Как-то раз, не так давно, моя знакомая Света, которая мастер тантры, написала мне, слушай, Папа Римский написал, что секс – божественное удовольствие. Прикинь, какой он продвинутый. Я говорю, только здесь не учтен очень важный момент. Ничто не приносит человеку столько естественного удовольствия, как секс, и ничто не приносит столько страданий человеку, как секс, включая криминальную сторону страданий, включая то, что люди вроде бы пошли в секс по взаимному согласию, а потом это становится известно всем, и оканчивается какими-то заявлениями в полицию, он не склонил и прочие вещи. Мы соединяемся в пару на том решении, что между нами такой офигенный был секс, такая близость, такое прям понимание от тела к телу. Но потом, когда мы расходимся, больше всего ран доставляет нам расставание с человеком, которого мы любили, в том числе и сексуально. Дело в том, что видишь, видите, Юль, у нас получается вот какая вещь, что в нашей русской культуре, в культуре именно, секс криминализирован. Вот в каком смысле. Мы как бы об этом не говорим. Это что-то сокровенное, это что-то стыдное, это что-то неприличное. И как мы компенсируем свою, свою разделенность между человеком сверху и человеком снизу? Через опошление, через матерную брань, ну, через матерный разговор. Я не так, чтобы против. Я очень даже за. И сами иногда, бывает, раз так и ляпну что-нибудь. Но вот это вот, ну, когда люди разговаривают на мате, это с каждым шагом, это диссоциация, дистанцированность от своей биологической, животной, генитальной жизни, как от чего-то стыдного, неприличного. И в этом смысле я, видите, дитя очень многих культур, христианской культуры и, между прочим, индийской культуры во многом. Видите, каким интересным путем пошла Индия. Они возвели лингом, то есть мужской половой член, и йони, женская, вот эти вот врата священные, да, на уровень священного, сакрального. И одежды, которыми мы прикрываем эти части тела, эти части тела, они покрыты не потому, что это что-то неприличное или какое-то стрёмное, а потому, что это священное и только для единственного. И для единственного, женская йони, женская грудь, это нечто сокрытое для единственного священника, который войдёт в это пространство и совершит там священное действие. И с таким, видите, у них даже и ритуалы, такие религиозные, связаны с поклонением лингам. У нас в рудиментарной форме это существует в пасхальных куличах с яйцами. Вот пасхальный кулич с яйцами, на самом деле, ну, он никакого отношения к христианству не имеет. Ну, вот когда вы представляете сейчас, да, пасхальный куличик с яйцами, вот это беленькое что-то сверху налито, и эти все не человек украш... Не яйца украшает человек, а человек украшает яйца, красит им и так далее. Это как раз рудиментарно некоторый такой намёк на сакральность всех наших родовых каналов. Я хочу сказать вот о чём. Если мы говорим о сексе как об отдельном процессе, вот здесь говорить, давай позанимаемся сексом, или, как вот предыдущий оратор сказал, значит, что предложи ему секс, предложить. Как будто бы секс – это какой-то такой то ли товар, то ли предмет, который я предлагаю. Я как бы диссоциирую и отсоединяю от себя всё, что связано с сексом и сексуальностью, и предлагаю. Секс стал товаром, в том числе и в товарно-денежных отношениях, и в семейных отношениях. Секс стал объектом манипуляции. Секс стал чем-то отдельным от нашей глубинной сущности. И здесь мы вполне… Я вполне могу понять тех женщин, которые говорят, что есть некоторое требование выполнения супружеского долга, но при этом мы душевно уже давно не близки. И вот это я смело считаю и называю извращением. Когда отношений нет, а вот эту самую потребность, люди друг от друга, телесная разрядка некоторая происходит. И вот это вот, по сути, я называю тёмной стороной сексуальности. Когда потребность ещё есть, а душевного контакта между нами нет. И поэтому, а вот как говорить о том, чтобы он был пожёстче, я не могу с ним говорить, оказывается, о таких важных, фундаментальных вещах, как мы и наше физическое, телесное взаимодействие. У меня заклеен рот. У меня, возможно, закрыто сердце, потому что если глубже мне как человеку, который консультирует людей в самых различных областях, вот сюда вот коснуться, сказать, а между вами сердечно это есть, там броня, там прошлые обиды, там заблокировано. Но телесно мы, идём в это, даже не задумываясь о том, а вот мы сейчас как кто? По паспорту формально, да, а по сердцу мы чужие люди. А идти изменять, ну как бы он не хочет. Вообще множество, тогда если есть какой-то факт измены, то это вынос мозга, проблемы, разводы, предъявы. Но мужчина здесь не получает чего-то такого прекрасного, сердечного от своей женщины, но только тело. Если мужчина настаивает на этом, и женщина отдаёт, она, во-первых, усиливает свою рану и боль, свою отчуждённость. И это тёмная сторона сексуальности. Рано увеличивается, я расскажу ещё, когда я служил в православной церкви, однажды одна такая вот просвещённая достаточно женщина, у меня был сельский храмик, но просвещённые люди, это прежде всего учителя, врачи, вот, пришла и говорит, вы понимаете, ну, я ощущаю себя, у нас давно нет контакта, я ощущаю себя, ну, плевательницей для того, чтобы вот он разрядил свою напряжённость. Я мне очень, я говорю, а вы как-то ему говорите, он не слышит. Он берёт, делает своё дело, кроличье, как она сказала, но меня не слышит. И в этом смысле культура, которую я призываю, которая наверняка все предыдущие и последующие ораторы этого фестиваля, в том, чтобы идти в телесную близость и понимаете, предварительной ласки, вот очень часто говорят сексологи, нужны женщины больше для разогрева предварительных ласк. Так вся предварительная ласка состоит в очень простой вещи, когда мы признаёмся друг другу, как мне с тобой, а как тебе со мной. Когда мы не ускоряем ритм действий, если он естественным образом не ускоряется, когда вот этого разговорного преконтакта мы не избегаем. В индийской культуре есть очень хорошее такое упражнение тантрическое совершенно. Ну, все эти красивые, например, там, процессы, когда свечи горят, когда лепестки роз разбросаны, девчонки это очень любят, мальчики не понимают, зачем это. Вот, смотрите, есть такое, например, упражнение. Я нежно прикасаюсь к тебе, к плечам, к голове, к телу. Я, мы медленно семь раз друг другу передаём цветок, сопровождая его взглядом. Мы делаем друг другу помазание, например, там, ароматическим маслом вот здесь, по очереди, очень-очень медленно. Мы не спешим и мы пролонгируем, продлеваем это совместное время препровождения в полной душевной и телесной обнажённости. Мы не спешим идти вблизость впереди нашей души. Мы не отпускаем наших коней резвиться, а мы остаёмся всадниками, соединённые с этими прекрасными лошадками. Вот в чём дело. И если мы каким-то образом считаем, что ну всё, мы договорились, мы же уже муж и жена, нам можно по-быстренькому завтра утром на работу, тогда уходит аромат сексуальности, а это вообще-то главное. Аромат близости, то есть уходит из вот такого компонента. Поэтому я слушаю внимательно, как мужчина специфицирует свою речь по поводу этих областей, как женщина специфицирует свою речь. Могут ли говорить об этом не как об отдельном объекте под названием секс, а как о целостной проявленности меня. Я целостно проявляюсь как я в этом прикосновении, в этом взгляде, в этой пульсации жизни, в том, что нас захватывает и несёт, в том безграничном космосе, где тела, души, чего там, сознание, просто не ум, а именно сознание сплетаются во единый тантрический танец.